Чем больше вы будете развивать сознание, тем больше вы будете чувствовать любовь во всем, что вас окружает. Как только вы начнете это чувствовать, вы станете понимать творение, вы станете понимать, что есть на самом деле Бог или Источник, потому что жизнь на самом деле есть любовь, Бог есть во всем. Вот поэтому важно любить все, что окружает вас. Это лучший способ засвидетельствовать свое почтение Источнику, Творению, а также тому, что вы есть. Часто люди не любят самих себя. Им кажется, что они то слишком маленькие, то слишком высокие, то слишком худые, то слишком полные и так далее. Точка. Как только человек, каков бы он ни был, проникается глубокой любовью к себе и начинает уважать себя, то от него начинает излучаться столько света, что те, кто окружает его, уже больше не видят его внешнюю форму и не замечают физических недостатков. Вы даже можете трансформировать ваши маленькие физические недостатки через любовь. Действуя с любовью, можно творить разные чудеса, потому что она повышает ваш уровень вибрации. И такое повышение вибрации может трансформировать ваши клетки и даже ваш внешний вид. Ваше лицо может измениться, конечно, не до такой степени, что вас нельзя будет узнать. Но черты лица могут утончиться, стать намного мягче, появятся свечения в глазах и в улыбке. Какими бы вы ни были, любуйтесь собой и принимайте себя внешне такими, какие вы есть. И тогда вы увидите, что ваша жизнь изменится, потому что вы повысите свой уровень вибрации. Вы будете жить без ожидания одобрительных слов со стороны других. Вы перестанете постоянно просить у других то, чего они не всегда в состоянии вам дать. Вы станете самодостаточными. Вы будете сами удовлетворять свои потребности. Вы будете сами питать себя той огромной любовью, которая находится внутри вас. Любовь – это вибрация. Мы часто говорим об этом, потому что нам нравится эта тема. Вы пришли в этот мир, чтобы познать все аспекты любви того измерения, в котором живет-то. Мы повторяем – того измерения, в котором живет-то. Прежде чем понять вселенскую любовь и даже любовь безусловную, в которой вы можете прикоснуться, вам необходимо познать все аспекты любви, которые вы в состоянии понять и интегрировать в вашем настоящем измерении. Это длительный труд, но труд очень полезный и прекрасный. Необходимо, чтобы, глядя в зеркало, вы могли сказать себе без стыда и стеснений – да, я люблю тебя, потому что в глубине твоих глаза светит искра того, что я есть на самом деле, искра существа света, божественного существа, каковым я являюсь. Когда вы смотритесь в зеркало, пытайтесь разглядеть струящийся свет любви, который вы питаете к самому себе, свет настоящей, истинной любви. Из вечной миры создавались в вибрации любви, с помощью вибрации любви, но сила этой любви слабеет, если ее не видят и не чувствуют. Это очень грустно, когда вы не можете почувствовать любовь, которая находится внутри вас, которая запрятана так глубоко под толстым слоем покровов, что ее почти невозможно отыскать. Но она все-таки есть и сохраняет свою изначальную силу, хоть она и глубоко упрятана. Это касается большинства людей. Так перестаньте же хранить упрятанную эту энергию, эту необыкновенную вибрацию, которая породила жизнь. Именно эта вибрация часто дает жизнь другим жизням в этом мире. Когда два человека глубоко любят друг друга, то зачатие детей у них происходит в любви. Конечно, сегодня люди немного потеряли понимание того, чем на самом деле является любовь. Физическое, но сакральное. И это очень жаль, потому что зачинать ребенка в глубокой любви. В слиянии тел и душ есть нечто совершенно необычайное для супружеской пары и для ребенка. Мы не будем продолжать разговор на эту тему. Мы просто хотим сказать, что вы немного сбились с пути. У вас потеряно значение любви вибрации. Но вы обретете ее снова, получая все больше и больше огромные волны этих энергий. Эта энергия поступает к вам не только из всех сфер, из всех планет вашей Солнечной системы, но также изо всех уголков Вселенной. Центральное Солнце этой Вселенной, Альцион, будет излучать импульсы, посылая мощные потоки энергии любви и света. Некоторые будут просто ослеплены ими. Они не будут понимать, что с ними происходит. Они будут получать эту вибрацию в больших дозах просто потому, что они будут к этому готовы. Ну, а те, кто не готов к этому, для них эта вибрация может иметь очень дестабилизирующие последствия, которые приведут их в состояние шока. Любовь совсем не то, что вы думаете. Это не человеческое чувство, которое вы испытываете по отношению к другим людям. Любовь выходит далеко за пределы этого чувства. Мне дают почувствовать ее. У меня нет слов. Это что-то настолько мощное. Это как благодать. Это поистине божественный подарок. Это вихрь в сердечном центре. Вихрь, все нарастающий по силе. Если бы я могла дать вам почувствовать хотя бы на одну секунду мощнейшую силу любви, это был бы прекрасным подарком. Чем больше вы отпускаете, тем больше вы понимаете то, что вы есть. Тем больше вы будете открыты навстречу этой любви. И будьте уверены, вы почувствуете вибрацию любовь, которая перенесет вас. Вы приходите в этот мир крошечным ребенком, и уже тогда вы ищете любовь своих матери и отца. Чем больше вы растете, тем больше вы ищете любовь, потому что она вам необходима еще больше. До своего последнего дыхания вы ищете ее, не осознавая этого. Вы ищете ее в глазах тех, кто окружает вас, в их поведении. Иногда вы бессознательно хитрите, чтобы привлечь внимание к себе и получить еще немного любви. Самым трудным испытанием для людей является жизнь без любви, когда вас не любят. Каждый из вас, прежде чем вернуться на Землю, был на уровнях, полных света. Ваша душа пропитана этой любовью, потому что надо было дать вам необходимую силу для возвращения в материальный мир. Иногда вам кажется, что вас никто не любит, но внутри вас самих есть что-то святое, которое любят вас. Это ваша душа, ваше божественное существо, оно вас никогда не предаст. Оно будет вашим гидом и вашим светом, и оно будет расти. Вы будете цвести, расцветать в этой внутренней любви, и вы перестанете выпрашивать любовь у других. Вы сами начнете дарить ее другим. Вы пережили очень важную веху в конце 2012 года. Но многие сказали после этого, ничего не произошло, нас обманули, мы думали, что будет. Мы же скажем вам, что произошло много чего важного в жизни вашего человечества. В осознании жизни вы все подросли намного больше, чем вы думаете. Вам не видно, как вы выросли, потому что вы слишком часто замыкаетесь на своей жизни. Не надо замыкаться на себе. Постоянно находитесь в состоянии этой любви. Смотрите на свою жизнь в перспективе и замечайте только все самое лучшее. Попробуйте посмотреть на себя по-другому. Одна мысль о том, что на самом деле вы есть совсем не то, что вы видите внешне, что вы излучаете свет и любовь, уже очень важна. Моник Матио Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!